А будущее рекламы заключается в одной очень простой вещи. Когда-то у Форда спросили, может ли автомобиль Форд быть другого цвета, кроме черного. Он сказал, автомобиль может быть любого цвета, если в том случае, если этот цвет черный. А Кока-Кола всегда производила только один напиток, который назывался Кока-Кола. Его расфасовывали в разную тару, 0,33, 0,5 литр и 2 литра. Но это был один и тот же напиток. А Кока-Кола стала меняться в зависимости от рынка. Скоро она стала с белой крышечкой лайт-кола, она стала с розовой крышечкой с вкусом вишни, etc. Сегодня продукты и реклама идут к людям и делаются под конкретного потребителя. Сегодня вы можете зайти на сайт автомобиля Toyota и выбрать для себя формат кузова, формат двигателя. Вы можете выбрать для себя обивку салона, вы можете выбрать ту или иную магнитолу, CD и так далее. Вы можете выбрать все. Через две недели этот автомобиль, который был сделан специально под вас, будет окажется у вашего дилера, ближайшего к вашему дому. Раньше мы знали только два типа кухонь, советская и румынская. Это были кухонные гарнитуры, да? Теперь к нам приезжает домой дизайнер, который снимает метки размера нашего помещения и обсуждает с нами, какие шкафчики я хочу иметь, где я хочу расположить вилки-ножи, ящички и так далее. Кухня оказалась индивидуальной. Возможности индивидуализации производства под потребность потребителя, естественно, требуют и индивидуализации рекламы. Раньше я заходил, ну, была классическая реклама, она была вся единая. Мы всем адресовался один и тот же ролик. Теперь реклама становится персонифицированной и направляется только на тех, кто реально способен потреблять этот продукт. Если мы с вами продаем женские прокладки, то мы не будем обращаться к мужчинам, мы не будем обращаться к девушкам, мы не будем обращаться к женщинам после того, как у них наступил климакс. Мы будем обращаться к тем, кто может покупать наш продукт. И мы будем контактировать с ними именно в тот момент, когда они будут принимать решение о покупке этого продукта. Мы будем... или чуть-чуть раньше, когда они принимают решение о том, какой продукт им будет нравиться. Мы можем контактировать с ними в магазине, можем контактировать чуть-чуть раньше. Предположим, женский организм... Извините, что я говорю сейчас о женских прокладках. Женский организм меняется после родов у мамы, поэтому вчера она пользовалась одним типом прокладок, сегодня она может после родов начать использовать другие. Соответственно, через год после родов, когда у нее появляется менструация, мы ей обязательно должны прийти и рассказать, вы знаете, а вот наши прокладки, вот такие-то, такие-то. Точно так же мы... реклама становится индивидуализированной, персонализированной. И самый высший уровень — это персональный. Когда мы делаем не единое обращение ко всем и меняем только наверху уважаемый Дарья Петровна или уважаемый Сидор Константинович, а мы формируем текст самого обращения, который совпадает с теми параметрами человека, которые известны нам, которые существуют в наших базовых данных. Вот возможность персонализации рекламы на сегодняшний день — это абсолютный тренд. Это то, что называется на профессиональном языке CRM — Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами. Я думаю, что это будущее.